Среди волжан, которые в этом году стали обладателями премии признания, семья Григория Брынзо и Светланы Тыщенко. О секретах воспитания детей и умении строить отношения внутри большой семьи за чашкой чая они рассказали нашей съемочной группе. Приезд нашей съемочной группы, конечно, несколько смутил хозяев. Светлана и Григорий – люди скромные, но гостям всегда рады. В их большой дружной семье, где растут и воспитываются шесть детей, принято все делать вместе. Правда, сейчас за столом смогла собраться лишь небольшая часть – сами родители, младшая дочь и племянница. Мальчишки – кто на работе, кто в школе. И как ваше утро проходит? Быстро, бегло? Утро бульное. Все торопятся, все бегут. За одним столом удается собраться? Ну, всегда, не всегда. Это редко у нас. Вечерами? Получается. Вечером получается. А сколько за одним столом максимум собирается? Ну, как? Вот сколько? Стараемся. Стараемся. Не, ну так шестером, а так вдвое. Ждут. Кстати, в этой семье пять сыновей. Старшему уже 24, младшему 8 лет. У нас все наоборот, шутит Светлана. Обычно рожают до первого мальчика, а мы ждали девочку. Получилось шестой попытки, добавляет уже Григорий. Воспитывать такое количество детей, тем более в столь, мягко говоря, стесненных условиях, однокомнатная квартира в общежитии, ой, как непросто, но возможно. Главное, чтобы были любовь и уважение друг к другу. Без дружбы и взаимопонимания никогда, по-моему, ничего не получится. Ну, бывают, конечно, и серьезные отношения у нас. Разборки. Семейные. Типа того. А так в основном нормально, весело, дружно. А вот воспитание детей. Та база, на которой, тем более, пять пацанов воспитались. Личным, только на личном примере, больше никак. Ну да. Ну да, только так. Я не знаю, просто у нас все от себя идет. Больше там каких-то секретов нет. В этом году семья Брынза-Тыщенко подали заявку на участие в городском конкурсе многодетных семей признания и вошли в число призеров. Их дети – активные участники всевозможных спортивных, творческих и интеллектуальных соревнований. К примеру, 12-летний Дмитрий – победитель городских олимпиад по математике. А шестилетняя Настя с удовольствием поет. На что потратить деньги, 50 тысяч рублей, прилагаемых к премии, уже решили. Надеемся на землю, которую дадут наше государство. Наша администрация. Да, если будет, что-то такое в этом. Это, естественно, стоит. Надо большой дом для такой семьи-то. Кстати, заявку на выделение земельного участка семья Брынза-Тыщенко уже подали. Осталось дождаться результата.